На 98% готово. Так оценил стадию капитального ремонта Центра образования на улице Куйбышева Леонид Бородулин. По его словам, на этапе завершения благоустройства прилегающей территории – второй и третий этажи. Специалисты сделали лестничные пролёты, завезли оборудование в классы. Предварительно нам было заявлено, что две недели и всё будет завершено. Сегодня две недели прошло. Мне говорят, что ещё вот две недели две. Но я понимаю так, что к Новому году всё будет завершено. Работы на… завершаются последние работы в спортзале. Второй, третий этаж полностью готовы. Есть отдельные недостатки, но которые устранены в течение двух недельных проблем. Депутаты городской думы приехали лично проверить ход работ на объекте. К заявлению о сдаче Центра образования к концу года они отнеслись скептически. Заместитель главы администрации отметил, что традиционно основной проблемой становится нехватка специалистов. При этом особых замечаний к работе подрядчика нет. Строители сдали большую часть кабинетов, санузлы, установили в здании видеокамеры. На завершающей стадии работа и в спортивном зале. До конца года, в принципе, здесь реально завершить всё. Вот у них остался один коридор, этот входной. Они сегодня-завтра шпаклюют и под покраску всё, потолочная система. По срокам всё возможное. Самым проблемным объектом в городе остаётся школа на улице Зорге. Помимо трудностей с оформлением въезда для рабочих, строительство затягивается из-за проблем с документацией и ошибок, которые допустил бывший подрядчик. Мы без документов не можем ничего делать. За старым подрядчиком, к сожалению, так получилось, что нет этой документации. И мы заново, не в рамках даже нашего договора, который у нас подразумевает корректировку проектно-смертной документации, мы это всё делаем. Потому что у нас одна золотая задача – доделать и сдать. Леонид Бородулин подчеркнул, что из-за недочётов предыдущего подрядчика некоторые этапы, вроде укладки плитки в столовой, пришлось выполнять заново. Напомним, с 2019 года объектом занималась ООО «ТСК». Сейчас строительство ведёт ООО «Аван». Школа рассчитана на 600 учеников. По проекту в ней будет один большой спортивный зал и два малых, которые уже готовы. В актовом зале специалисты приступают к приёму оборудования и монтажу операторской. Во множестве аудиторий уже размещается учебное оборудование. Подрядная организация, которая занимается поставкой учебного оборудования, сейчас приступает к её монтажу. То есть это очень хорошо. Аудитории и рекреации, вы видите, в каком состоянии они близки к завершению. Спортзалы практически готовы, там можно монтировать оборудование. То есть остановка, остаётся вопрос в чистовой отделке завершения её. Именно эта работа сейчас ведётся. Остановка всех элементов – это дверные конструкции. Нужно, как говорится, потерпеть, постараться и доделать эту школу. Несмотря на то, что за последний год на объекте стали видны изменения, вопрос о том, когда дети смогут учиться в своей школе, до сих пор остаётся открытым. По словам подрядчика, срок сдачи объекта – конец декабря. Но чтобы привести здание в полную готовность, потребуется ещё пара месяцев.